Всем привет! Это проект «Люди равно Балакова», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. И сегодня мы расскажем о герое Советского Союза Федоре Полынине, малой родиной которого можно считать село-кормежка Балаковского района. И в этой школе бережно хранят историю героя и носит она имя Федора Полынина. Маленький музей посвящен односельчанам, участникам различных войн. Кто-то ушел на фронт и не вернулся, а кто-то продолжил после этого службу. Особое место здесь занимает экспозиция, посвященная герою Советского Союза Федору Полынину. Его родственники – педагоги этой школы. Именно они и сохранили память о знаменитом летчике. Федор Петрович – это, знаете, какая-то неотъемлемая часть нашей жизни, которая пошла с детства, и мы слышим о нем. Мы всегда о нем слышим. Когда заходишь в музей, конечно же, сразу ты поворачиваешься именно к его экспозиции, его доброе лицо. Мы всегда вот в глазах. Военный путь Федор Полынин начал в 22 года и практически сразу же попал в военно-воздушные войска. Окончил школу летчиков в соседнем Вольске, работал инструктором и в 1933-м отправился в Китай военным советником, обучал китайских летчиков. Многие его ученики самолета вообще никогда не видели. Изучая элементарные основы аэродинамики, они никак не могли понять, как этот пропеллер может тянуть за собой такую тяжелую машину. Они не понимали русского языка, а их наставники китайского спасали навыки практического показа. Ненадолго Федор Петрович вернулся домой, а потом снова Китай и война с Японией. Особо отличился при авианалете на японский аэродром на острове Формоза. Нервы всех членов экипажа были напряжены до предела. Летчики внимательно следили за землей и воздухом и ждали встречи с истребителями и плотного огня зенитной артиллерии. Но истребителей противника не было видно. А зенитки молчали. Налет авиации оказался для японцев полной неожиданностью, застал их врасплох. В высоте 3500 метров сбросили бомбы на стоянку самолетов. Начались пожары. Один за другим прогремели два мощных взрыва. Взлетел на воздух склад горючего. Весь аэродром превратился в огромный пылающий костер. 14 ноября 1938 года за выполнение этого задания Федор Петрович Полынин получил звание Героя Советского Союза. Вообще Федор Полынин уверенно шел по карьерной лестнице. В начале 36-го получил звание капитан, в 38-м уже полковник. Когда 7 мая 40-го были установлены воинские звания высшего командного состава, то первые же экзамены на присвоение новых званий сдавал и Федор Полынин. Звание генерал-майор авиации Федор Петрович получил одним из первых в нашей стране и вся жизнь его была связана с небом. На фронтах Великой Отечественной войны Федор Полынин с июня 41-го. Он начал с должности командира 13-й бомбардировочной авиационной дивизии на Западном фронте. Потом был Брянский, Северо-Западный, Белорусский. В 44-м его назначили командующим ВВС Польши, где он служил еще два года после окончания Великой Отечественной. Весь свой боевой опыт Федор Петрович описывает в книгах. Вот, например, одна из них называется она «Боевые маршруты». И в ней рассказывается не только о летчиках-штурманах, стрелках-радистах, но и о тех, кто самоотверженно трудился на земле, готовя машины к полету. В 1946 году Федор Полынин стал генерал-полковником. Это высшее воинское звание. Несколько лет он руководил тылом ВВС страны, был преподавателем военно-воздушной академии имени Николая Жуковского. Федор Петрович был наставником многих космонавтов и в день 60-летия получил от них вот такой вот макет. Его подарили Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и другие космонавты. Несмотря на занятость, Федор Петрович находил время и на посещение малой родины. И хотя родился герой в соседнем сухом отроге, все родственники собирались именно в кормежке, в доме брата. Внучатый племянник Владимир Полынин до сих пор вспоминает первую встречу со своим знаменитым дядей. Федор Петрович тогда пролетал мимо на вертолете и не мог не приземлиться в кормежке. Хотел хоть несколько минут пообщаться с родными. На звук вертолета сошлись почти все жители села. Восьмиклассник Володя тоже решил посмотреть на невиданные события и сбежал с уроков. Из воздушного транспорта вышли военные. Он говорит, а где Полынь? Отец вышел в мастерской работы. Отец меня позвал, я тоже подошел, поздоровались. Как дела? Спросил, как живете? Узнал так. Мы вот пролетом, ну я все-таки просил, чтобы приземлились, поговорить, увидеть с вами. Пришли оттуда с площадки. У нас был учитель истории Пентин Виктор Иванович. А он говорит, Вовка, а что там было-то? Мы говорим, Федор Петрович прилетал. Елкин, я бы тоже, говорит, убежал с уроков. Когда Федор Петрович прилетал в кормежку, его всегда встречали как важного гостя. Присылали за ним директорскую Волгу, рассказывали о достижениях колхоза, советовались в сложных вопросах. Уважали его все, от мала до велика. Поэтому неудивительно, что к его столетию в школе открыли музей с экспозицией о Федоре Полынине. Из столицы приехал даже его сын Петр, которого удалось вызвонить и пригласить в кормежку. Телефон этот мне работал пять лет. И тут вот звонок, и откуда ты с кормежки, что наши родственники. Школьный музей стал настоящим хранилищем памяти о Герое Советского Союза. В этом году наша экспозиция пополна с такими экспонатами, как самолетные часы, подарочные часы от польских товарищей Федора Петровича Полынина, значок и личные данные Федора Петровича Полынина по типам налета в самолет. Родившись в бедной семье, в небольшом селе Федор Полынин покорил небо и всем доказал, подняться вверх может каждый, главное, видеть цель. Поэтому даже после участия в нескольких воинах он остался в авиации. Он посвятил себя небу.